Скорбные и печальные новости следуют одна за другой. Сегодня стало известно, что сразу три знаменитых советских и российских артиста скончались за последние сутки. На 91 году ушел из жизни советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер. Маэстро написал более ста песен, в их числе «Ночной трамвай», «Карелия», «Стоят девчонки», а также музыку к фильмам, хроники пикирующего бомбардировщика, свадьба Кричинского, «Трое в лодке, не считая собаки». В советские годы композитор был на пике славы, однако последние годы его жизни оказались очень печальными. Источник сообщает, что накануне его кончины он был доставлен в больницу в полном истощении. Артист жил один и мало с кем общался. В один из дней он упал и сломал шейку бедра. Спасатели взломали квартиру, и артист был госпитализирован. К сожалению, это сильно сказалось на его здоровье, и в возрасте 90 лет Александр Колкер скончался. Еще одной трагедией стала смерть 55-летнего композитора Валерия Разумовского. Причиной смерти, по информации источника, стала острая сердечная недостаточность. Многие годы Разумовский сотрудничал с народным артистом России Максимом Дунаевским, с которым писал песни для Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. В студии Разумовского записали песни Иосиф Кобзон, Николай Басков, Пьер Нарцисс, Анастасия Волочкова. К сожалению, есть еще печальные новости. Сегодня стало известно о еще одной трагедии. На 1982 году ушла из жизни советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Уход знаменитой актрисы потряс многих наших соотечественников. Источник сообщает, что утром 1 августа Ирина Мирошниченко почувствовала себя плохо. Уже в больнице врачи диагностировали грипп в тяжелой форме. Было принято решение перевести артистку в реанимацию. Через день 1 августа сообщалось, что Мирошниченко находится в состоянии медикаментозной комы. В реанимации она пережила клиническую смерть и, к сожалению, из комы Ирина Мирошниченко так и не вышла.